Двое на кухне Двое образование Андрея тоже было не актерским, а экономическим. Да и вообще ни о каком актерстве он и думать не думал, но как-то пришел поздравить друзей с поступлением в Афгик, и как потом вспоминал, так долго их поздравлял, что месяц вместе с ними ходил на все занятия. Еще во время учебы в Афгике Андрей Мерзликин получает приз за лучшую мужскую роль в короткометражке «Как я провела лето». Впоследствии одной из самых знаковых его наград будет премия ФСБ в номинации «Актерская работа» за роль в фильме «Брестская крепость». Вообще Андрей Мерзликин очень много и удачно играет военных и силовиков, а также, кстати, бандитов, как тут не вспомнить Димона Ошпаренова из «Бумера». Именно эта роль в 2003 году принесла Андрею Мерзликину широкую известность. Однако у Андрея хватает и сложнейших драматических ролей, как, например, в фильме Владимира Мерзоева «Борис Годунов» или спектакле этого же режиссера «Предательство», где Андрей играет главную роль вместе с Максимом Сухановым. Словом, человек, попавший в профессию как будто бы случайно, оказался одним из самых разносторонних и интересных актеров своего поколения. Андрей Мерзликин и жена Анна, и трое детей, мальчик и две девочки. Кино с кем только ни играли, и с Владимиром Машковым, и Евгением Мироновым. Походу, бывает такое, что чему-то учитесь у своих партнеров? Конечно, конечно. Более того, весь процесс и строится на том, что ты вдохновляешься от этого человека. Вот быть партнером, отражать то, что хочет сыграть твой коллега, это самое важное. Вот понять, что он хочет сыграть, увидеть это, услышать и отдать ему обратно это. И тогда эта вот сцена получается. Геройство, Костя, это самое нелепое изобретение человечества. Жить надо, а не геройствовать. Да понял я тогда, при первой нашей встрече, что тебя это тяготит. Хотел сразу сказать, да лень была. Да и не понял бы ты ничего. Но ты и сейчас ничего не понимаешь, я же вижу. Ну так объясни. В жизни нет ничего важнее, кроме самой жизни. И вот пока ты это помнишь, ты живешь. А когда забываешь, ты просто существуешь. Я знаю, что из нерусских актеров у вас любимый актер Микки Рург. И у вас даже был такой эпизод, когда он был в Москве, что вы с ним познакомились, придя в ресторан с иконой, водкой и фильмом. Да, так оно и было. И он все подписал, и мы подружились с ним на как раз тему церковления. Он ходит к своему батюшке, духовнику, и он сказал, у тебя есть духовник. И говорит, это не может быть, все, вот ты. И он был очень как бы рад, что мы с ним какого-то одного поля. Не говорю, профессия, а имеется в виду того, что такого духовного поиска. Мы на эту тему очень подружились, как это принято. Я говорю, это русский человек, я ему говорю, ты достаточно исповедальный, очень искренен, кающийся, но готов говорить об этом с первым встречным человеком, он говорит, ну вот он не знает меня. Распить с ним бутылку, не чая. И вот просто остаться какими-то там близкими людьми. И это было удивительно. Абсолютно, тотальная искренность и открытость. И мне даже было настолько, я помню, самый смешной момент, что я в результате не менее какой фотографии, мне было просто, я думал, как это будет глупо сказать ему в конце, давай сфотографируем. Такое ощущение, что ради этого все и было. И, конечно же, я этого не сказал. Вот запомнил всем сердцем, глазами вот сидели. Всеми, вот скажем, чувствами, которые можно было на тот момент иметь. Для меня вот в людях очень важно быть именно искренность. Это для меня очень здорово. Потому что я тогда, я сам найду, как подойти к этому человеку, подстроиться. Хороший, плохой, это неважность. Важно, что вот он не держит фиги в кармане, и он не мутный, как говорю грубым языком. Нет мутности, он очень внятен, понятен. Вы как-то сказали, что нужно стать, нужно быть дураком. Что дуракам везет, нужно быть дураком, и я им стал. Это как стартовая позиция. Мне очень нравится эта фраза, из-за нее много чувств, но я хочу, чтобы вы рассказали, зачем нужно, да, и как. Это краткое высказание, на самом деле за этим стоит некая, конечно, расшифровка. Это все-таки связано с тем, что очень важно начинать любое дело и любую, даже философию личностную, с нуля. Вот в православии такое понятие все-таки начинается с того, что ты признаешь, что я грешен. Может, потом начинаешь путь. А если ты, ну, или в творчестве, ты начинаешь со слов, я не знаю, я не умею, я даже не понимаю, как к этому подойти и как это сделать. Более того, я начинал свой путь с признаванием «я зажат». Для меня это было очень важно признаться, что я ничего вам не могу сейчас показать. Я ничего не могу сделать, потому что я дико зажат. Я настолько рад, что вы меня позвали на кастинг. Я не смотрю на вас, режиссер, я даже «б» сказать не могу, потому что я уже вот… Я могу сказать только одно, что я очень хочу попасть в вашу картину. Но вот убедить вас, что я буду хорошо играть эту роль, я не могу, потому что я сейчас, от того, что я вас вижу и слышу, я уже вот. И я вот начинал с этих простых вещей. Смотрите, спасибо вам огромное за искренность сегодня. Спасибо большое. В гостях у нас сегодня был актер Андрей Мерзликин. Счастливо. Двое на кухне, не считая кота. Всегда интересные гости. Двое на кухне, не считая кота.